Приветствую вас, если я правильно помню, то ваш муж ушел от вас после вашей измены, которая произошла по причинам, описанным вами в своих текстах, да, и на это я вам, помнится, записывал ответ. Вы пишете, что на сегодняшний день, на первом месте, меня беспокоит вопрос примирения с мужем. То есть вы хотите примириться с супругом при том условии, если я правильно понял, при том условии, что он сейчас с другой женщиной, и они вместе, он как бы проводит с ней время, проводит с ней свои счастливые и не очень счастливые моменты. Вот. И здесь в первую очередь нужно задать вам такой вопрос, на мой взгляд. Насколько вы осознаете, что мужчина, по большому счету, да, вам так же изменяет сейчас, как, например, вы ему изменяли, что этот мужчина, опять же, не важно, наказывает он вас, да, не наказывает он вас, не важно, как бы, почему он это делает, важно другое. Важно именно то, что сейчас, в данный момент, он другой женщиной. И вам, самой, нам необходимо для себя, вот именно исходя из того, что вы написали сейчас, да, я не буду касаться того текста, который вы присылали до этого, потому что я его разбирал, и, соответственно, разбирать еще раз, ну, как бы, да, не вижу в этом смысла, вот. Значит, ваш муж, он сейчас счастлив. Ну, насколько, насколько это возможно, да, сейчас он счастлив. Для него сейчас, в данный момент, ну, все относительно неплохо. То есть у него есть женщина, он с этой женщиной, как бы, вместе, и все здорово у него, вот. Вопрос такой, вопрос такой. Если вы любите моего мужа, вот действительно его любите, если, то чего вы для него хотите? Именно для мужа, если вы его любите. По факту, чего вы хотите для него? Грубо говоря, как проявляется ваша любовь по отношению к нему? Вы говорите, например, что я хотел бы, там, с ним, допустим, допустим, помириться, да? Вы говорите. Но если он не хочет этого, если он не хочет мириться с вами, как тогда быть? Что тогда делать? Понимаете? И можно ли назвать тогда то, что вы чувствуете к нему любовью? Если вы не готовы, например, человека отпустить, а вы не готовы его отпустить сейчас. Я не говорю о том, что вы его не любите. Я ни в коем случае не хочу это сказать. Я допускаю и верю в то, что вы его любите, что вы можете его любить. Но так же, так же, на мой взгляд, справедливо и то, что помимо любви, помимо вот этого желания сделать человека счастливым, да, есть еще примеси, так называемые. И если мы говорим о примесях, то примеси – это то, что касается чисто вашей ответственности за то, что происходит. То есть примеси, ну, по отношению к любви, да, при примеси – это то, что идет в, ну, совокупности, в догонку с этим чувством, в догонку с чувством любви. То есть там любви есть еще и то, что я хочу для себя. Вот. И это нужно отслеживать и отделять в своем сознании через интроспекцию. Да? Вот. То есть, есть любовь. Любовь – это потребность сделать человека счастливым. Есть примеси, которые не относятся к человеку вообще, которые, вообще-то говоря, являются только тем, чего вы хотите. Ну, для себя, для, может быть, своих детей и так далее. И вот это, то, что вы хотите для себя, нужно и удовлетворять, стараться самостоятельно, не используя для этого других людей. Ну, например, мужчину, да, мужа и так далее, и так далее, и так далее. А на мой взгляд, на мой взгляд, у вас с этим, ну, наблюдаются определенные проблемы. А почему? Почему я так думаю? Почему я думаю, что у вас наблюдаются проблемы? Потому что, опять же, по первому тексту, точнее, предыдущему тексту, я помню, что вы, ну, я очень хорошо помню, что вы писали, писали его новой женщине, его новой подруге, о том, что, как бы, ребенок плачет и так далее. Вот. Это говорит о том, что даже ребенка вы своего в некоторой степени воспринимаете как средство для достижения именно своих целей. Так как ребенок, в любом случае, не может быть аргументом. Ну, я об этом, об этом я говорил. Итак, первое, что нужно сделать, это подумать как следует для себя. Да. Подумать, поразмыслить, причем стараться не спешить выражать именно первые какие-то представления, да. Стараться именно, стараться погрузиться в них. То есть, поассоциировать немножечко, может быть, даже. Что такое для вас любовь? Как любовь вы понимаете? Ну, то есть, что она для вас представляет? Что такое любовь? Вот. Как вы понимаете любовь, допустим? Далее, значит, соответствует ли любовь, ну, ваше чувство любви, да, соответствует ли оно, это чувство? Представление мужчины, вашего мужа, о любви, это тоже очень такой важный момент, потому что если не соответствует представлениям, то есть вероятность того, что вы разойдетесь. Разойдетесь в обглядах и, соответственно, между вами не будет понимания. Значит, разделить любовь и ваше желание. Любовь, люблю, это значит, хочу сделать счастливым. Люблю не значит, мне нужен этот человек рядом. Понимаете? Вот. Это первое. Отделить эти два аспекта. Второй момент. Значит, выявить свои желания. То есть вот помимо любви, да, помимо потребности в том, чтобы делать человека счастливым, помимо желания делать его счастливым, вам нужно выявить свои желания, чего вы хотите для себя. И вот здесь начинается, на мой взгляд, самое интересное. Вообще, тут существует три основных способа, три основных приема. Да, вот как выявить желания свои и, соответственно, выявить для чего, да, чтобы в соответствии их реализовать. Ну, скажем так, реализовать конструктивно, адекватно, да, правильно и так далее. Вот. 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 Это вот такой очень важный момент. Значит, первое. Первое. — это отслеживание своих мыслей. То есть вот обычно в начале, когда у вас появляются какие-то мысли, вы сперва испытываете именно желание, как правило. То есть сперва вы испытываете именно желание, это как кое-какие-то желания, потребности может быть и так далее. И только потом уже эти потребности, они... вырастают в мысли. То есть мысли, как правило, людьми выбираются именно, исходя из наиболее приемлемой формы их реализации. То есть если я хочу есть, например, у меня мысль такая, а я хочу есть. То есть там, например, я хочу там, грубо говоря, вкусного чего-то, да? Если я хочу чего-то вкусного, но я не голодный, то значит я хочу получить удовольствие. То есть я хочу именно удовольствие. Сладкого – это, наверное, там, позитив, но считается, что сладкое – это такой позитив как бы. Ну вот, там эндорфинчиков, может быть, немножечко, да? То есть даже такой, ну, гормон, считайте. То есть если человек хочет сладкого, он именно хочет получить удовольствие. Потому что человек не думает, не говорит о том, что я хочу получить удовольствие. Человек так не говорит. И у человека этого нет в сознании. Нет таких категорий. Человек говорит, я хочу сладкого. Вот. И если он подумает, если он немножечко поразмыслит, то он увидит, что, соответственно, в действительности он хочет именно удовольствия. Именно позитива какого-то. И, соответственно, если человек хочет позитива, то он может добиться его не только сладостью, но и чем-то еще, ну, какими-то другими способами. Вот. Вопрос в том, ну, будет ли у него выбор, будет ли у него желание. Желание. Такое. Такое. Да? Вот. То есть это вопрос уже не выбор. Таким образом, если вы будете отслеживать свои мысли, то есть вот прямо, ну, грубо говоря, отвлеклись, да, от чего-то. Ну, неважно от чего. Просто отвлеклись. Значит. Отвлеклись. Все хорошо. Мысль пришла отследить ее, откуда она берет свое начало. Именно мысль, откуда берет начало. Чего, что-то не стоит за мыслью этой. Какое желание. Какие потребности. И муж, он здесь ни при чем. Да, муж это, грубо говоря, грубо, грубо говоря. Муж это наиболее удовлетворительная форма реализации, потребности, реализации желания. Это да. Но, тем не менее, несмотря на это, это скорее привычная форма. Может быть даже не столько привычная, сколько обусловленная. Ну, например, вашими установками, например, вашим воспитанием и так далее. То есть причин тут на самом деле может быть много. По основанию этого, почему вы выбрали для себя именно такую форму реализации своих желаний. Но, тем не менее, если вы будете отслеживать, во-первых, вы будете знать, что лежит в основе ваших мыслей, какие желания. Во-вторых, вы сможете по-другому их реализовывать. И скорректировать свое поведение так, чтобы эти желания реализовывать. Да, вначале, может быть, они будут реализовываться не так, как, ну, например, вам будет хотеться этого. Вначале, вероятно, они будут реализовываться хуже. Ну, то есть гораздо хуже, чем, например, если бы это было, ну, вашим мужем, например. Ну, со временем, постепенно вы научитесь это делать. То есть будет какая-то корректировка деятельности и будет, соответственно, изменение поведения. Это первое. То есть это первое такое направление, да, первый способ, первая возможность. Отслеживать мысли на ранней стадии. То есть вы так как бы имеете дело с чем? С тем, что с конечной, как бы, стадии. То есть вы имеете дело именно уже с формой, окончательной формой этих мыслей. Окончательная форма какая? Да, мне нужен муж, мне, я как бы, нуждаюсь в мужа. Ну, в том, чтобы со мной был муж. Это уже окончательная форма. А первоначальная форма, что стоит у истоков этих мыслей. Что мешает вам, значит, ну, просто, допустим, принять тот факт, что человек, грубо говоря, ну, счастлив сейчас. Что у него все здорово сейчас. Что ему там, ну, хорошо. И что мешает ему порадоваться. Ага. Либо, если человек несчастлив, ну, то есть вы можете сказать, вот, я думаю, что мой муж, да, он несчастлив на данный момент. Я думаю, что ему плохо сейчас. Я думаю, что он страдает без меня. И так далее. В этом случае, в случае, если это действительно так, вам нужно, как следует, подумать. Что вы можете сейчас сделать для того, чтобы мужчина был счастлив? Вот именно сейчас, что вы можете для этого сделать? Какая форма вашего поведения может быть? То есть можете ли вы сейчас, например, ему написать и сказать, дорогой, там, ну, между нами было много всего, да, там, негативного, между нами было много всего плохого, давай мы с тобой все-таки хотя бы, ну, хотя бы, хотя бы для нашего ребенка, да, постараемся общаться, давай хотя бы, ну, сохраним, ну, хотя бы какое-то подобие дружеских чувств, да, хотя бы во имя того, что было у нас, скажем, ну, раньше, да, и так далее. Вот. Вот. Можете ли вы так сказать, можете ли вы так сделать? Можете ли вы такую, ну, линию, модель предложить своему мужчину? Ну, вполне. Ну, конечно, совершенно не факт, что человек сразу вас воспримет, конечно, не факт, что человек сразу относится к этому, ну, как-то, знаете, положительно, да, не факт, совершенно не факт, что он относится, относится к этому адекватно. Но, по крайней мере, по крайней мере, а это вариант, если вы хотите сделать его счастливым, именно человеком, если вы хотите дать ему именно вот какое-то, ну, такое, да, счастье, какое-то вот свое внимание и так далее. То есть, если вы хотите примириться со своим мужем, то способ примирения, именно способ примирения, он вот такой. То есть, это то, что вы можете сделать. Реально. Дальше. Следующий момент, важный момент, заключается в том, что вы о чем-то думаете. То есть, вы думаете о том, вот как я бы со своим мужем, да, что бы там, ну, что бы я делала с ним и так далее. То есть, есть какие-то у вас мысли по этому поводу? Ну, по поводу вот, по поводу мужчин, скажем так. Значит. Попробуйте эти мысли, которые у вас есть, ну, своего рода усилить. усилить и гипертрофировать, если можно так выразиться. Гипертрофировать мысли, то есть, возвести их в абсолют. Сейчас я вам зачитаю, чтобы более предметно говорить. Так. Вы пишите, как будет, что будет, а что я, а что он, а что мы будем делать? Вот, возведите в абсолют, ну, или постарайтесь возвести в абсолют. Вот эти вот самые свои мысли. То есть, если это случится, если, ну, произойдет такая вот история, она такая ситуация, что вы получите то, что хотите получить от своего мужа. Вы увидите, что это будет, как это будет. Ну, для вас, как это будет. И вы увидите тогда, чего вы хотите. Вы увидите тогда, что вам нужно. Вы увидите тогда, какие у вас будут желания, какие у вас будут стремления. Вы увидите тогда, на что направлены ваши желания. То есть, что вы делаете, ну, вот, в этих вот ситуациях, когда в своих фантазиях, в своих желаниях вы получаете то, что хотите наконец. Вы же это увидите, правильно? Вы же это почувствуете. И, значит, сможете с этим что-то сделать. Сможете с этим совладать. И тогда, тогда проблем у вас, ну, мне кажется, не будет. Вот. Или будет, но гораздо меньше. То есть, вы увидите, что вы хотите. Вы увидите, что вам нужно. И сможете это реализовывать. Опять. Ну, то есть, тут, на самом деле, какой способ лучше будет для вас. То есть, вы, в принципе, можете выбираться в любой. Любой способ, либо оба, либо какой-то один. Вот. Это, на самом деле, не так важно. И третий способ. Третий способ, он, на самом деле, такой. Ну, я не знаю, насколько он вам подходит этот способ. Потому что вы говорили, что не можете общаться голосом. Но, дело в том, что у вас, если навязчивые мысли есть, да, если они у вас имеются, навязчивые мысли, то это зависит от подавленных желаний, которых вы не осознаете, не видите, не отдаете себе отсчета в том, что они, эти же желания у вас имеются. Именно поэтому вы зацикливаетесь на одном из том, именно поэтому у вас одни и те же мысли. То есть, это связано именно вот с тем, что ваши желания, они подавлены. Вместо них только мысли. И действуются, то есть, раскрываются эти желания именно в процессе консультирования. Вопросы, ну, наводящие вопросы, например, с моей стороны, значит, и, соответственно, ответы и анализ этих самых ответов с вашей стороны. Важно ли это? Ну, вот именно то, о чем я говорю. Да, важно. И это используется, если вы не способны сами, как бы, справиться. Если вы будете не способны сами справиться со своими мыслями, которые, ну, вот, у вас есть. Вот так можно вам ответить именно по этому поводу. То есть, никакой, на самом деле, фишки нет. Именно фишка, если говорить, ну, по каких-то волшебных средствах. Никаких, нет, нет волшебных средств. Есть просто работа, просто работа над собой, над своими, ну, проблемами, если вы их видите и если вы их сознаете. И в зависимости от того, насколько вы добросовестно подходите к этой работе, к своей работе, насколько вы добросовестно занимаетесь ей. Вот, в зависимости от этого и происходит, ну, как бы, в зависимости от этого, да, и есть результат. То есть результат либо есть, либо его нет. Вот так происходит эта ситуация. По поводу того, что вы хотите с мужем примириться. Здесь тоже очень интересно, на мой взгляд, интересный очень, на мой взгляд, вопрос, как, то есть, если вы хотите примириться с мужем, то примириться как? Как вы видите? Ага, ага. Примирение. Ну, например, для себя. А видит ли его так это примирение ваш муж, например? Что даст вам примирение? Что даст вам примирение? Возвращение всего на свои места? Ну да, может быть и так. Может быть и возвращение всего на свои места. Может быть. Может быть. Но, а может быть, как будет? Может быть, будет так, что все не вернется на свои места, потому что изначально, ведь изначально все было в порядке с вами. Когда вы, ну, грубо говоря, да, начали изменять своим мужем. Все ведь было в порядке. Правильно? И вы все равно это сделали. Значит, дело здесь не в мужах, а в том, готовы ли вы меняться сами. То есть само по себе примирение не решает проблем. Само по себе примирение не убирает проблем. Поэтому не нужно, мне кажется, ждать, что проблемы уйдут. Не нужно. Сами по себе не уйдут. То есть примирение, даже если оно будет примирение, даже если, ну, оно случится, будет означать только то, что… Что запущен процесс совместной работы. Вот что будет означать примирение. Но ни в коем случае это не будет означать того, что у вас все наладилось. Ну, с мужем я имею в виду. Потому что проблема все равно будет. И мужчина, он в любом случае, ну, как это видит со мной, он захочет эту проблему решать. То есть он не посчитает оставлять все как есть. Он будет стремиться к тому, чтобы как-то решить эту проблему. То есть прийти к какому-то выводу. Может быть, понять. Может быть, ему потребуется вообще все время. И очень может быть в таком случае, что о примирении как о таковом вообще речи даже не идет. Именно как о таковом примирении. Почему? Потому что вы не сможете начать отношения с мужчиной с того момента, где они закончились. Вам, скорее всего, потребуется выстраивать отношения заново. Ну, заново, то есть с нуля. Ну или, по крайней мере, с определенного, достаточно отдаленного от того, что есть сейчас, место. Вот. Ну и, соответственно, вопрос в том, готовы ли вы. Готовы ли вы к этому, готовы ли вы к такому раскладу, к такому повороту событий? Если да, я полагаю, мужчина не будет протестовать. Если вы проявите желание как-то вот наладить контакт такой постоянный. Я не думаю, что мужчина проявит упорство здесь и будет сопротивляться. На мой взгляд, не будет. Обрат в том, что нужно время. Для этого. Вот. Вот так. Также мне кажется, что если вот не получится, то я бы рекомендовал вам обратиться уже ко мне. И в реальном времени мы с вами могли бы на эту тему поработать. Вот. Простите за звук. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете их задать в следующем тексте. Я вам желаю удачи и всего доброго.